Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам. В эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Добро пожаловать в эфире. Это не только Щелково-Щелковский район, но и городские округа Фрязино, Лосино-Петровский, Звездный городок. Ничего не забыл? Да, совершенно верно. Все верно. Ну вот, думаю, что будет много звонков, потому что у нас и пенсионеров много, как говорится, а еще больше, наверное, скоро ими станут. Хотя, может быть, не больше, не знаю. Статистика точно. В любом случае, в этом году, в 2018-м, очень много изменений произошло в пенсионной системе в нашей стране. Ну и, соответственно, коснулось это и нашего района, наших поселений. Если можно, вначале коротко, так скажем, тезисно, да, какие основные изменения произошли в этой системе. Ну а потом будем говорить о них более подробно. Хорошо, да, пожалуйста. Ну, мы с вами уже встречались после вступления в силу федерального закона 400 ФЗ о страховых пенсиях. Вот уже прошло с момента вступления этого закона третий год, два года, если говорить точнее. И за эти два года, соответственно, уже многие привыкли, что пенсия назначается не только от стажа и заработка, но еще и введено такое понятие, как индивидуальный пенсионный коэффициент. И для переходного периода, соответственно, существует определенное количество требуемых лет и определенное количество пенсионных баллов. Многие граждане, которые привыкли, да, что ранее, до вступления в силу данного закона, необходимое требование было всего 5 лет страхового стажа и достижение определенного возраста. Мужчина 60 лет, женщина 55. Вот с принятием федерального закона нового ввелся еще так называемый индивидуальный пенсионный коэффициент. У каждого он индивидуальный, еще раз повторю, поэтому он и называется индивидуальный. Вся пенсия, размер пенсии рассчитывается по нормам старого законодательства на 31 декабря 2014 года, а далее применяются нормы нового федерального закона 400 ФЗ. Страховая пенсия, которая сложилась на 31 декабря 2014 года, соответственно, делится на стоимость пенсионного коэффициента, который на 1 января 2015 года составляет 64 рубля 10 копеек. И, соответственно, в зависимости от даты назначения пенсии, увеличивается на те пенсионные индексы, индексация, которые в этот период были установлены. На сегодняшний момент стоимость этого коэффициента составляет 81 рубль 49 копеек. То есть почти на 20 рублей повысилась сама стоимость вот этого балла так называемого. Ну а дальше требования к назначению пенсии в переходный период постепенно увеличиваются и со временем дойдут до требуемых показателей по федеральному закону. Это 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. Для 2017 года необходимое требование – это наличие 9 лет страхового стажа и пенсионных баллов 13,8. Вот, к сожалению, если раньше нам приходилось отказывать в связи с недостаточным стажем, то сейчас основные причины отказа – это нехватка вот этого так называемого пенсионного балла. А почему не хватает людям, если они, скажем так, работали достаточно? Да, работали достаточно. Может быть, у них есть стаж, но, к сожалению, в силу каких-либо причин либо эта зарплата была не очень большая, либо стаж после 2002 года, даже не сам стаж, а страховые взносы работодатель уплачивал, либо не в полном объеме, либо человек работал неофициально и поэтому не достиг тех требуемых баллов. Ну, зачастую это бывает, например, у военных пенсионеров при назначении вот второй пенсии, страховой пенсии, так называемой, гражданской, когда у них основная есть пенсия, а вот второй пенсии, для второй пенсии как раз не хватает вот этого вот. Ну, это, допустим, когда человек ушел в отставку, скажем, в 50 лет, да, и до пенсии до 60 работают. Совершенно верно. И он заработал, да, приобрел. Да, да, да. Вот эта категория, она как бы, ну вот, зачастую ориентируется как раз на те старые нормы, требования, которые были до 2015 года. То есть вот они слышали, что 5 лет должно быть стало. Вот у них возраст и 5 лет стажа. И они обращаются. А то, что еще вот введен вот этот вот параметр, да. Ну, теперь 9 лет еще нужно, да? Да. Но, кстати, вот требование, требуемый стаж, он определяется на дату достижения возраста. И вот для тех категорий граждан, опять же, вот больше касается, конечно, военнослужащих, те, которые выходят позже установленного возраста, например, в 60, в 62 года, то есть они дорабатывают тот стаж, который им, вот с их точки зрения, необходим, да, и право как раз мы рассматриваем, требования мы рассматриваем на дату становления возраста, а именно на 15 год. То есть если у них в 15 году исполнилось 60 лет, то даже если они выходят на пенсию, например, в 17 или в 17 году, то мы, соответственно, все равно берем требования на 15 год, то есть 6 лет. Вот в чем, как бы, здесь такой нюанс, и, ну, наверное, все-таки это было сделано специально для того, чтобы, в общем-то, люди не страдали, да, вот из-за каких-то изменений, новых изменений. Вот следующее, да, изменение, которое с 1 января 2018 года поменяло порядок индексации пенсий для работающих пенсионеров, которые оставили работу. Точно так же с 16 года были приостановлены отдельные нормы этого федерального закона, а именно то, что с 1 февраля 2016 года не индексировались пенсии для работающих пенсионеров. Вернее, если говорить точнее, они индексировались, но выплачивались в размере, установленном до индексации, то есть не проиндексированные. Напомню, что с 1 февраля 2016 года, по данным пенсионного фонда, сведения о работающих пенсионерах имелись на 30 сентября 2015 года, то есть за третий квартал. Вот, соответственно, эти данные послужили основой как раз для установления размеров, новых размеров, да, с учетом или без учета индексации с 1 февраля 2016 года. Кто по настоящее время продолжает работать, то они, наверное, когда брали справки о размере пенсии, очень было много звонков, и, соответственно, они заметили, что те справки, которые выдаются о размере пенсии, они содержат не тот размер пенсии, который они получают на руки. Вот, и, соответственно, задавали вопрос, почему я не получаю эту пенсию, которую у меня указано в справке. Вот, здесь я хочу также разъяснить, что в справке устанавливается правильный, установленный размер, с учетом всех индексаций, тот размер, который они будут получать после оставления работы. А к выплате, соответственно, они получают тот размер, который не индексируется. Вот в этом вся и разница. И с 2018 года для этой категории законодатель также внес предложение и изменение в закон, что если до 2018 года те граждане, которые увольнялись в течение 2016-2017 года, то проиндексированный размер они получали на четвертый месяц где-то после месяца увольнения. Сейчас попозже я объясню, почему. Без доплаты на месяц, следующий за месяцем увольнения, то есть с 2018 года уже он будет получать размер в случае его увольнения с первого числа месяца после увольнения с доплатой. А причина увольнения играет какую-то роль в этом случае? Как у нас, ну скажем, три таких основных градации, да? По статье с выговором, по собственному желанию, либо там по ликвидации производства, да? Ну, в данном случае мы ориентируемся... Работник раньше разные соответствия имел, ну скажем так, льготы, не льготы, но тем не менее условия для следующей работы. Мы здесь ориентируемся на сведения работодателя. В данном случае нам не важно. То есть работодатель ежемесячно, до 15-го числа каждого месяца, сдает сведения по форме СЗВМ. И, соответственно, сведения о всех работающих гражданах попадают в систему, нашу систему персонифицированного учета. Сведения разносятся на лицевые счета граждан, проставляется признак «работает, не работает», подгружаются в нашу выплатную базу, производится расчет, подгрузка и расчет, проиндексированного или не проиндексированного размера, и, соответственно, осуществляется выплата. Вот я обещала объяснить, как этот происходит механизм. Допустим, человек увольняется в мае месяц. Соответственно, сведения за май месяц подаются до 15-го июня. Поскольку он уволился в мае, значит, на май месяц он числится работающим. Значит, до 15-го июня сведениях работодателя он также числится работающим. В июне месяце работодатель сдает сведения до 15-го июля. Значит, соответственно, этого гражданина среди работающих нет. В июле месяце, после получения сведений, в августе эти сведения разносятся, в сентябре принимается решение и в октябре производится выплата. То есть так законодательно было раньше, до изменений. То есть выплата проиндексированного размера, так был сформулирован, вот эта вот норма была сформулирована до 2018 года, выплата проиндексированного размера производится в месяце, следующим за месяцем принятия решений. Без доплаты за прошлое время, с 2018 года, выплата проиндексированного размера выплачивается со следующего числа месяца после увольнения. Соответственно, механизм установления и индексации тот же самый, то есть на четвертый месяц после сдачи отчетности, разнесения, принятия решения, выплаты, но выплата производится с доплатой за прошлое время. — Ирина Александровна, у нас есть вопрос в письменном виде, поступил на сайт нашей телекомпании, может быть, я что-то упущу, какие-то моменты, если что меня поправите. Значит, я был работающим пенсионером, уволился в сентябре 2017 года, ну, соответственно, значит, сколько, полгода почти прошло, то есть сейчас не работает, получал надбавки за дополнительный стаж, и спрашивает сейчас, будут ли, естественно, сейчас никаких надбавок нет, поскольку не работает, и спрашивает, будет ли получать эти надбавки, если снова устроиться на работу через какое-то время? — Ну, во-первых, человек оставил работу, значит, соответственно, ему уже выплатили размер пенсии с учетом всех индексаций, которые были произведены с 16-го года, да? Дальше, в случае его поступления на работу механизм точно так же, точно такой же. Сведения поступают на него от работодателя, соответственно, эти сведения подгружаются в нашу систему с признаком «работает», и при следующей индексации у него размер пенсии просто остается тот же сам. Все. А для работающих пенсионеров механизм корректировки пенсии остался тот же самый. С 1 августа каждого года, но только ограничение по размеру. То есть в размере не более трех пенсионных баллов. — А сколько вообще вот этот статус может продлиться неработающего пенсионера? Потому что человек говорит, что он уволился в сентябре, да, как мы сказали, и до сих пор эти выплаты не прошли. — Нет, у него должны были пройти выплаты. Ему должны были проиндексировать пенсию в январе 2018 года. — Ну вот лучше все-таки, обращаясь к нашим зрителям, лучше все-таки звонить по телефону, напоминаю, 567-1440, 567-1450, потому что такие нюансы, плюс-минус месяц, как говорится, играет роль, поэтому лучше вступить в диалог с Ириной Санной. — Да, если какие-то вопросы конкретно по данному... — Он может позвонить, просто в пенсионный фонд уточнить, потому что такое бывает. Зачастую человек, например, говорит, что он уволился, и показывает трудовую книжку, что он уволился, а тем не менее сведения подгружаются, как работают. Потом выясняется, что он где-то, оказывается, тоже работает на второй работе. — Элина Александровна, вот повысили пенсии в этом году у нас не как обычно с 1 февраля, а с 1 января. — Да, эта норма впервые была применена. — С чем это связано, не знаете? — Ну, я думаю, что это связано именно с таким добровольным волеизъявлением нашего правительства, потому что впервые, скажем так, уровень инфляции был низкий. На 31 декабря 2017 года сложился в размере 4% уровня инфляции, даже 3%. — Ну да, а отбавка коэффициент 3,7, да? — 3,7, да, потому что пенсия была... — Да, в итоге по году, то есть 3%, в начале года это было 4%, то есть по году это 3% уровня инфляции. И, соответственно, пенсии были проиндексированы на коэффициент даже выше инфляции, то есть 3,7. Тоже это очень многие заметили, но много было вопросов, потому что многие еще помнят, что в 2017 году точно так же люди не получили вторую индексацию в 2016 году, да, только один раз были проиндексированы. — Ну да, а потом была единовременная выплата. — А потом, да, просто была как бы вместо доиндексации произведена вот эта единовременная выплата. Да, в размере 5 тысяч рублей. — Елена Александровна, у нас есть первый звонок, зрители услышали нас. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. — Здравствуйте, у меня такой вопрос. Мой муж является с февраля месяца этого года пенсионером, но в свое время он работал на заводе «50 лет СССР» и был связан с радиацией. В трудовых выписках отмечено, что было, значит, отпуск увеличенный, там выдавали спецжиры, но так как был следностью именно радиации связан, нигде не записано. Это по умолчанию отдел кадров заныкал, скажем так. И были командировки на завод Владкарина, аналогичное производство, но нигде это договорных условиях между предприятиями раньше не было отмечено. А стаж получился работать с радиацией около 11 лет. Как это сейчас восстановить? В пенсионном фонде сказали «бесполезно» и «не рыпайтесь». Но мы хотели бы взять выписку трудового стажа пенсионного фонда и подать в суд. Реально это или нет? Спасибо. Ирина Александровна, что скажете? Выписку какую вы имеете в виду? Выписку из... Он, к сожалению, звонок закончился. Ну, давайте так. Будем домысливать тогда. Я так думаю, что выписку имеется в виду распечатка того стажа, который был включен при исчислении пенсии. Я думаю, что так, да? Где в этой выписке указано, какие годы льготного стажа учтены при назначении пенсии. Я так понимаю, речь идет о льготной пенсии. И, соответственно, если у человека есть трудовая книжка, то вот те периоды, которые в трудовой книжке прописаны, но которые не подтверждены документально, потому что пенсионный фонд все-таки льготные пенсии назначает исключительно при документальном подтверждении записей о том или ином периоде работы с обязательной перепроверкой данных, документов. Так вот, я так понимаю, что при ликвидации вот этого завода 50-летия СССР, который впоследствии был электронприбором, да? Ну, кстати, я могу сказать, что электронприбор, они при ликвидации заготовили очень много льготных справок. И многие граждане уже после банкротства и ликвидации вот этого предприятия, они приходили и обращались именно с льготными справками, выданными еще в период деятельности этой организации. Ну, либо действительно документы не сохранились вот на вашего супруга, но в суд вы, конечно, можете обратиться. Здесь как бы я не могу вам давать каких-то рекомендаций. Другое дело, что в суде тоже нужны будут какие-то подтверждения. То есть либо это свидетельские показания, хотя свидетельские показания льготный стаж, в общем, сложно очень подтвердить. Поэтому, ну, вы можете обратиться, конечно, в пенсионный фонд, можете ко мне обратиться на прием, давайте посмотрим, что у вас в пенсионном деле есть. Поэтому, наверное, предварительно мы так, так я додумала, да, что вот вы хотели спросить. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. — Елена Александровна, может быть, тогда в продолжение темы такой вопрос у меня тоже возник. Может быть, не совсем в продолжение звонка нашей зрительницы. Но мы все прекрасно понимаем, да, что кто сейчас готовится оформить пенсию, естественно, начинали они работать еще в Советском Союзе. Потом был, так скажем, сложный период, да, когда 90-е годы, когда предприятия появлялись одно за другим. Я не беру, так скажем, серую выплату, не беру всевозможные кооперативы, как тогда были, да, другие предприятия, ну, когда зарплату в конвертах платили. Да, я имею в виду нормальные, хорошие предприятия, которые и отчисляли в пенсионный фонд средства страховые. И, соответственно, зарплата была, ну, по крайней мере, основная зарплата была в белом виде. Но, тем не менее, сколько с того времени закрылось предприятий, как, скажем, советского образца, так и те, которые вот возникали как грибы после дождя, потом, ну, по разным причинам, так скажем, прекратили свое существование. Записи в трудовой книжке есть. Тут мы, как говорится, будем объективны. Но, тем не менее, очень много бывает, вот, ну, я сталкивался не сам, естественно, знакомые, что вот какая-то вот маленькая неточность, и получается, что пенсия не идет, ну, по крайней мере, за тот период, когда он работал, да, все говорят. И говорят, что обращайтесь вот в то предприятие, когда было, но предприятия нет уже десятки лет. Вот что делать в таком случае? И вообще часто встречаются такие случаи? Да, очень часто. К сожалению, трудовые книжки, ну, скажем, при назначении пенсии, ну, бывают просто в ужасающем состоянии. Нам приходится, ну, просто буквально этот стаж вот наскребать, вот, по крупицам, потому что записи зачастую делаются именно с нарушением инструкции в ведении трудовых книжек. То есть те требования при заполнении, особенно в 90-е годы, конечно, нарушались сплошь и рядом. Это и печати на титульном листе не ставились, и записи исправления делались ненадлежащим образом. То есть зачеркивались, исправлялись, имеются просто вот подчистки, подтертки, фамилии. Если женщина выходит замуж, зачеркивают, пишут, не указывая основания смены, даты рождения меняют, числа меняют, то есть приказы не указывают, номера не соответствуют. Ну, то есть очень много нарушений. Ну, значит, что мы делаем в этом случае? Все нарушения мы фиксируем, прежде всего. Те нарушения, которые можно, скажем, засчитать при обсуждении на комиссии. У нас есть комиссия, которая рассматривает эти документы уже детально. И какие-то периоды, ну, с натяжкой, скажем так, которые, ну, можно. Да, мы видим это нарушение, но мы можем это нарушение считать условно. То есть если это не грубое нарушение, мы можем это нарушение обговорить на комиссии. И порекомендовать принять решение, то есть учесть этот стаж. Есть нарушения, которые мы ни при каких условиях не можем засчитать. Например, когда человек принимает какую-то организацию, но наименование не указывает. Наименование организации? Наименование организации не указывает. В этом случае… Как такое возможно? Да, бывает такое. Принят, например, водителем. Куда принят? Печать при увольнении стоит организация. Но уволен он из этой организации или из другой организации, мы не знаем. Вот в этом случае мы обязательно требуем либо справку, если человек знает, если действующая организация, мы делаем запрос, если организация не действующая, конечно, при наличии заявления об оказании содействия, мы делаем запрос во всевозможные архивы. Но, к сожалению, беда 90-х годов, что не все организации, к сожалению, сдавали документы в архивы. Зачастую они где-то пылятся у кого-то в шкафах, может быть, у прежних хозяев, если это частные фирмы. А еще хуже, конечно, они просто утеряны. И приходится, конечно, в данном случае отказываться. Ну, бывает, что вот этот период, он не влияет на сам факт назначения пенсии. Да, он, может быть, повлияет в конечном итоге на размер пенсии, потому что любой период, который… Но все равно жалко, да? Конечно, конечно. Даже если там 2-3 года стажа, тем не менее теряешь немножко. Да, но зачастую, если обычная пенсия, у нас таких отказов на значениях нет. Просто это сам размер, может быть, не тот, не максимальный, на который человек рассчитывает. Но и в данном случае, понятно, приходится объяснять, какие периоды учтены, какие не учтены, по какой причине не учтены. И, соответственно, человеку предлагается либо найти это предприятие, или хотя бы указать, где оно может быть. И еще у нас вот ужесточились требования именно к документам, выданным организациями, то есть, если человек представляет лично. То есть, стаж и заработок, вот тоже люди сейчас, ну, как бы не понимают, но на самом деле пенсионный фонд, он обязан проверить те документы, которые представляются. Пенсионный фонд. Особенно то, что касается стран бывшего Советского Союза, ближнего зарубежья. Мы знаем прекрасно, что не все, скажем так, страны наши, бывшие республики Советского Союза, во-первых, сохранили систему досрочных пенсий. Очень многие, как бы, ликвидировали институты досрочных пенсий. Потом мы не знаем, опять же, действуют эти организации или нет, в каком состоянии. То есть, утратились вот эти вот, скажем так, контакты и связи. И в связи с огромным количеством выявленных фиктивных документов, представленных для назначения пенсии, то есть, было принято решение в обязательном порядке проверять документы, представленные лично заявителем. То есть, если раньше мы, например, рекомендовали представить документы для того, чтобы ускорить процесс назначения пенсии, то сейчас, получается, человек, принося документы, соответственно, нарывается, скажем так, на нашу проверку. Потому что мы не знаем, откуда он взял эти документы. То есть, если эта справка выдана архивом, мы обязательно запрашиваем подтверждение факта выдачи этой справки. Если эта справка выдана организации, мы обязательно запрашиваем пенсионный фонд проверить, действительно, данный человек работал в данной организации, выдавалась ли эта справка этому человеку. Но это, как бы, такая жизненная неизбежность, наверное, это нужно пережить, потому что на самом деле сейчас вот такая волна, что и средств не хватает, скажем так, на лишние пенсии. И поэтому такие вот сложности в этом плане. Ну, может быть, это и правильные требования, потому что в конечном итоге все-таки пенсионный фонд должен быть уверен, что он назначает пенсию именно по чистым и достоверным сведениям. Елена Александровна, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем нашего зрителя и потом вот с ответом немножко потерпим, после перерыва ответим такую небольшую интригу. Итак, слушаем вас. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Рина Александровна, скажите, пожалуйста, вот я 28 лет был работающим пенсионером. С 1 января этого года я перестал работать по возрасту. Скажите, пожалуйста, какого числа я буду получать полную вторую пенсию? Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, как ответ короткий, можем ответить сразу. Если вы уволились в январе 2018 года, значит, проиндексированный размер вы должны будете получить с февраля 2018 года, но только после поступления сведений от вашего работодателя. То есть установлен он будет, соответственно, как я уже и говорила, после сдачи отчетности за январь, то есть вот до 15 февраля. Дальше эти сведения вносятся в систему, подгружаются в выплатную нашу базу, принимается решение и производится выплата. То есть на четвертый месяц производится выплата, это в мае, с доплатой на февраль. То есть реальные деньги мы увидим когда? В марте? В мае. Или в мае только? То есть в январе до 15 февраля отчетность, в марте не работает, в апреле устанавливается, в мае выплачивается. Спасибо, Александр. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня заместитель начальника управления пенсионного фонда России номер 18 по Москве и Московской области Ирина Маркосова. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня заместитель начальника управления пенсионного фонда России номер 18 по Москве и Московской области Ирина Маркосова. Еще раз добрый вечер, Ирина Александровна. Телефоны прямого эфира, телефоны нашей студии 567-1440, 567-1450. Звоните и задавайте свои вопросы, связанные с пенсионным обеспечением. Ну а мы продолжим наш разговор о нововведениях, которые появились в новом 2018 году. Много изменений было с 1 января, но, насколько я знаю, с 1 февраля тоже были повышены выплаты федеральным льготникам. Вот если можно, насколько они стали богаче, скажите. Да. Ну, напомню, да, что с 1 февраля 2018 года были проиндексированы социальные выплаты федеральным льготникам. Также была проиндексирована стоимость набора социальных услуг, куда включаются лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд на пригородной электричке. Значит, индексация в размере 2,5%. Таким образом, стоимость набора социальных услуг достигла 1075 рублей 19 копеек. 828 идет на лекарственное обеспечение, 118 на санаторно-курортное, 128 на санаторно-курортное, 118 на транспортное. Это если граждане из числа федеральных льготников решат отказаться от какого-либо вида услуг, получив ее в виде денежного эквивалента. А известно, что чаще выбирают? Денежную компенсацию или все-таки льготы? Зачастую, к сожалению, выбирают денежную компенсацию. То есть лекарственное обеспечение не устраивает многих федеральных льготников, либо этого лекарства нет, а аналог этого лекарства не устраивает. Им приходится, получается, покупать за свои деньги. И вот, скажем, отказ и получение денежного эквивалента, ну хоть небольшое денежное, но под спыри. Поэтому, к сожалению, да. Александр, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем нашего зрителя и ответим. Добрый вечер. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ирина Александровна, у меня такой вопрос. Вот в нашем пенсионном фонде работа поставлена немножечко, ну непонятно. Современное оборудование стоит, много окошек, все вроде цивильно. Но когда приходишь и берешь талончик, и на три часа остаешься в этих тесных, душных условиях коридора, это просто невозможно сидеть. Я несколько раз возмущалась, ходила к секретарю, чтобы начальнику задать вопрос, почему так. Значит, в одном крыле люди сидят, отдыхают, имеют такую же базу пенсионеров. А здесь все окошки заняты клиентские, но невозможно три-четыре часа сидеть и ожидать чего-то. А нам, пенсионерам, очень тяжело в таких условиях находиться. Спасибо. Да, понятно. Ну, да, эта проблема у нас сейчас стоит очень остро. Ну, во-первых, у нас очень большой район из всех районов Московской области, он у нас самый протяженный, то есть 132 километра. И очень много отдаленных городских и сельских поселений, которые, к сожалению, в ряде случаев, ну то есть зачастую, да, не имеют элементарных коммуникаций, ну то есть оторванные, то есть связи с интернетом тоже нет. Это деревни наши, да. И потом все-таки граждане у нас не совсем такие вот уж уверенные пользователи для того, чтобы, как бы, пользоваться вот этими видами электронных сервисов. Да, или услуг, да. Хотя пенсионный фонд очень активно продвигает вот эти электронные сервисы. Хочу подчеркнуть, что для того, чтобы вот, ну, избежать стояния вот в этих очередях, мы, конечно, со своей стороны, ну, просто призываем, да, пользоваться электронными сервисами. Их на сегодняшний момент очень много. То есть видов услуг, которые можно получить через интернет. Есть услуги, которые не требуют подтверждения личности. Это можно заказать справки различные, записаться на прием. Есть услуги, конечно, которые требуют подтверждения личности. То есть нужно зарегистрироваться на портале госуслуг, в обязательном порядке подтвердить учетную запись. Но, кстати, это мы делаем и у себя в пенсионном фонде. И дальше уже, соответственно, подать заявление и на значение пенсии, и на значение ЕДВ, и подать заявление об отказе даже можно. Также можно ряд услуг получить через многофункциональные центры. Поэтому вот те, кто по старинке идет в пенсионный фонд и видит вот эти очереди, ну, наверное, надо немножечко задуматься, почему создаются такие очереди. И мы сейчас вот как раз вплотную этот вопрос пытаемся решить. Надеемся, что каким-то образом мы его решим. Ну, понятно, что и с вашей помощью тоже. Если вы будете точно так же активно и нам содействовать в пользовании вот этими сервисами, мы со своей стороны оказываем содействие. У нас имеется и гостевой компьютер в клиентской службе. У нас имеется и в соседнем помещении, о котором вот говорила женщина, у нас центр обслуживания, который подтверждает, регистрирует и подтверждает учетную запись. И это в отделе оценки пенсионных прав. То есть граждане, которые приходят как в рамках заблаговременной работы по назначению пенсии, так и просто подтвердить запись, да, они могут точно так же обратиться, там тоже есть гостевой компьютер в том помещении, подать документы и заявления на получение каких-либо услуг. Конечно, мы со своей стороны своими силами пытаемся, но, к сожалению, у нас еще и помещение не очень приспособлено для вот такого количества обратившихся. Мы просто сняли статистику, что, к сожалению, эти очереди возникают в основном в первой половине дня. Потому что все граждане, которые приезжают из отдаленных населенных пунктов, хотят решить свои проблемы как раз в первой половине дня. И поэтому именно вот пиковые, часы пиковой нагрузки как раз попадают на часы, это с 9 до 12 часов. А может быть еще традиционно так все думают, что вот приду пораньше и быстрее пройду, да? Получается, вторая половина дня, наоборот, более свободная. Ну просто люди, которые действительно едут издалека, они едут как бы на первых автобусах, и им просто некуда, действительно некуда деваться. А помещение у нас, к сожалению, такое, что мы не можем вместить одновременно большое количество желающих. Поэтому мы предлагаем людям воспользоваться другими способами получения, в зависимости от того, с чем они пришли. Вот, например, на сегодняшний момент мы будем решать каким-то образом вопрос, чтобы не было вот этого одновременного скопления людей за справками. Ну вот, кстати, вот эти вот очереди, они еще, знаете, чем вызваны? Вот с июля 2017 года очень много обращаются к нам женщин за перерасчетом по нестраховым периодам. И поэтому, наверное, вот эта пиковая, скажем так, нагрузка именно очереди еще и обусловлены одновременным обращением нескольких тысяч людей. То есть мы посчитали, что потенциально к нам могут обратиться 53 тысячи женщин за таким перерасчетом. И на сегодняшний момент обратилось только 18% от этого количества. Вы представляете, то есть что еще будет? Еще будет, да. То есть, ну, если, например, вот в июле, в августе, в сентябре нагрузка была просто колоссальная на людей, то есть мы, ну, просто не могли своими силами справиться, просто принять всех желающих. Мы вынуждены были раздавать эти заявления, проводили оценку целесообразности вообще написания такого заявления. То есть до сих пор, то есть если люди желают, как бы, да, просчитать, чтобы зря не сидеть в очередях, мы тоже это делаем, но, к сожалению, не все, получив, ну, как бы, разъяснение остаются довольны, не верят, да, что действительно подают, вопреки тому, что прогнозы те, что перерасчет не выгоден, тем не менее все равно подают заявление. Мы потом вынуждены опять это заявление отрабатывать, и, соответственно, увеличивается, и наше время затрачивается лишний раз, и человек, опять же, получает то, что и было ему сказано, да, поэтому, конечно, вот эти очереди, они еще создаются, может быть, искусственно за счет того, что многие люди, ну, там, повторно или третий раз обращаются в надежде, что, может быть, им что-то пересмотрят, да, что, может быть, кто-то неправильно прочитали, ошиблись, но вот, к сожалению, такая тенденция есть. Ну, со своей стороны, я, конечно, приношу извинения, глубочайшие извинения нашим гражданам, и мы эту ситуацию стараемся исправить. Елена Александровна, вот сегодня я с оператором, традиционно, да, перед встречей с вами проводим некий блиц-опрос на улице, да, в основном, конечно, у пенсионеров, довольны ли они пенсией, понятно, что не все, как говорится, выражают достаточно радостно, от того, сколько они получают, но, тем не менее, встречаются конструктивные предложения, я предлагаю сейчас посмотреть этот короткий блиц-опрос, и потом мы тогда продолжим разговор о работе вашего управления по обслуживанию населения. Давайте посмотрим. Нет, мне довольна 10 тысяч тонн и делать. Как же довольна будешь этой пенсией, хватает, иногда даже молока лишний литр не возьмешь, булочку белую не возьмешь, уже не хватает. Нет, могло быть побольше. Так себе, ничего вооружения. Вы же знаете. Много лет отработал, 32 года чистого стажа из пенсии на долг государства. Ну, в принципе, почти да. Желательно бы, конечно, побольше. Я хочу сказать, чтобы пенсионный фонд позаботился о пенсионерах. Если стаж у кого-то там выше, как сейчас указ вышел, 35, хотя бы присылали бы, ну, уведомления, чтобы вы пришли туда. А то сами не знаем, куда ходить, зачем ходить. Может быть, в другой отдел ходить. Ну, хотя бы сделать такую услугу для нас. Вот такое предложение к вашей работе. Можете помочь дополнительной услугой? Рассылать уведомления о том, чтобы прийти и, я так понимаю, перерасчитать пенсию? К сожалению, нет. К сожалению, уведомлять, нет такой у нас услуги по уведомлению пенсионеров о каком-либо перерасчете. Индивидуально я имею в виду уведомления, нет такой услуги. А то, что касается информационно-разъяснительной работы, то она ведется, очень активно ведется. И в средствах массовой информации имеется в виду и печатные, и на интернет-изданиях, да, в сетях, и в форумах, и блогах. То есть очень активно. Сейчас пенсионный фонд, если граждане обращали внимание, то есть практически на центральных каналах уже вышел, да. То есть идет активная информационно-разъяснительная и просветительская работа. Более того, эта работа даже вышла, и я уже говорила про это, и в учебные заведения. То есть обучают, проводят пенсионный фонд и уроки пенсионной грамотности среди молодежи для того, чтобы молодежь знала, умела и стремилась увеличить свою будущую пенсию. — Эрина Александровна, давайте поговорим еще об одном направлении деятельности пенсионного фонда, касается не только и не столько пенсионеров, да, я имею в виду выплату материнского капитала, или как его называют МСК, да, материнский семейный капитал. Что нового в новом году с материнским капиталом? — Ну, с нового 2018 года, соответственно, две инициативы по повышению демографической ситуации, президентские инициативы, нашли отражение в изменениях федерального закона о материнском семейном капитале. То есть с 1 января 2018 года семьи, в которых родился второй ребенок, могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату, если совокупный доход семьи не превышает полуторакратного прожиточного минимума, установленного в регионе. Эти ежемесячные выплаты выплачиваются до достижения ребенком полутора лет, сначала до года, после года граждане, соответственно, должны обратиться повторно. — Выплаты фиксированы или они определяются в зависимости от дохода семьи? — Они рассчитываются, если доход не превышает полуторакратного прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе, то ежемесячная выплата устанавливается в размере… Ну, для Московской области это 11 тысяч 955, по-моему, рублей, да. Вот. Соответственно, выплачивается год. И все необходимые документы, которые представить нужно для назначения этой выплаты, они все размещены на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации». Ну, скажем так, в Московской области у нас ситуация, скажем так, пока лучше, чем в регионах. То есть те семьи, в которых родился второй, подчеркиваю, это касается только тех семей, в которых рождается или усыновляется второй ребенок. В основном те, кто обратились к нам за получением сертификата, мы всем им подготовили индивидуальные памятки о возможности обращения за этой ежемесячной выплатой. Но выбор за этими семьями в пользу все-таки улучшения жилищных условий и получения образования на сегодняшний момент. То есть, ну, может быть, это еще и семьи немалоимущие, да, потому что все-таки считается, что вот эти выплаты из средств материнского капитала на вот эти повседневные, ежемесячные нужды тратят все-таки семьи с низкими доходами. Это в основном регионах. У нас, ну, скажем, в вашем ведении, да, нашего управления 18-го, много таких, ну, я понимаю, что до работы вам добавилось, да, с ними есть ли работа? Ну, у нас пока нет ни одного, то есть обращений нет ни одного, да. И второе направление как раз вот изменений – это направление материнского капитала на дошкольное образование, уход за ребенком, которые, опять же, до изменений можно было направить только с трехлетнего возраста ребенка. Сейчас это ограничение снято, и данные средства можно направить до исполнения ребенка трех лет. – Елена Александровна, у нас осталось буквально две минуты до конца программы, поэтому еще об одном новшестве поговорим. Я сразу его назову, да, с Нового года. Это назначение пенсии детям, родители которых неизвестны. Вот, если можно, коротко, да, что это за категория и как часто она встречается? – Да, ну, это категория «Дети-подкидыши». Вот, их, к счастью, наверное, у нас мало, вообще мало, по стране мало. Они все у нас поголовно выявлены, то есть составлены списки, с ними отработаны полностью. Вот, в нашем управлении на сегодняшний день выявлено таких детишек восемь. То есть это дети, родители которых неизвестны, они еще называются «подкидыши». Значит, на сегодняшний момент таких у нас детишек восемь, еще раз повторю, двум из которых уже назначена пенсия. Остальные у нас дети либо получают пенсию как дети-инвалиды, то есть другой вид пенсии. И один у нас ребеночек сейчас под вопросом, ну, то есть мы выясняем там по документам небольшие выяснения, да. И еще один ребеночек у нас переехал. Ну, то есть, в принципе, они у нас все на контроле. По ним еженедельная отчетность идет по документам, по срокам, по отказам. То есть все эти случаи, если в случае отказа тщательно разбираются, то есть по какой причине. Поэтому, ну, мы надеемся, что все-таки этих детишек будет меньше. Большое спасибо, Ирина Александровна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была заместитель начальника управления Пенсионного фонда России номер 18 по Москве и Московской области Ирина Маркосова. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok